Статья 13. Права полиции. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права. Требовать от граждан и должностных лиц прекращение противоправных действий, а равно действий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных, представительных, органов государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, комиссии референдума, а также деятельности общественных объединений. Требовать от граждан в случае их обращения назвать свою фамилию, имя и отчество, проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом, принимать меры по идентификации указанных лиц. Проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения, лицензии, и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль, надзор, за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешения которых отнесено к компетенции полиции. Получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы, их копии, подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову. В связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов в целях фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по заявлению и сообщению о происшествии, а также составлять по результатам указанного осмотра акт осмотра. В связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях. А также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях. Об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по матерированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов. Общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения. Справки, документы, их копии, иную необходимую информацию. В том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации. В порядке, определяемым федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти. Осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий. О гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности. А также о лицах, признанных больными наркоманией либо потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, на которых судью и при назначении административного наказания возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и, или, медицинскую и, или, социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях. А также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях ОБ административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено, компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомятся с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам ОБ административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, ОБ административных правонарушениях, о происшествиях, патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, заслоны, обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, место совершения преступлений, административных правонарушений, место происшествий, место проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, осуществлять временные ограждения указанных мест и объектов, использовать другие формы охраны общественного порядка, требовать от граждан, групп граждан, покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, если это необходимо для проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, документирования обстоятельств совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов преступления, административного правонарушения, происшествия, для обеспечения безопасности граждан. В целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участках местности и объектах или покинуть их. Обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта и пешеходов. Составлять протоколы ОБ административных правонарушениях Собирать доказательства Применять меры обеспечения производства по делам ОБ административных правонарушениях Применять иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации ОБ административных правонарушениях Производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следственные и иные процессуальные действия. Проводить оперативно-розыскные мероприятия, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие сведения о сотрудниках органов внутренних дел, ведомственной принадлежности их подразделений, организаций и служб, помещений и транспортных средств, и обрабатывать сведения о сотрудниках органов внутренних дел, содержащиеся в государственных информационных системах и, или, базах данных государственных органов и государственных внебюджетных фондов. Объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации. Применять в процессе контроля, надзора, осуществляемого в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 12 настоящего федерального закона, предусмотренные федеральным законом меры наблюдения за ходом социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Вносить в соответствии с федеральным законом руководителем и должностным лицам организации обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений, объявлять физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина, при невозможности решения данного вопроса на месте. Установление личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как пропавший без вести. Защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе, либо если опасности невозможно избежать иным способом, а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом, с составлением протокола в порядке, установленным частями 14 и 15 статьи 14 настоящего федерального закона, доставлять в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации или в созданные. В соответствии с подпунктом 21.4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона, оба общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, специализированной организации и, или, граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище, в медицинские организации или указанные специализированные организации, либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции. Направлять и, или, доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств. Если результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. Личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения. Принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене и других видах внеуличного транспорта либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами. Истребовать для проведения экспертиз по письменному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организации независимо от форм собственности предоставления образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз. Проводить исследование предметов и документов при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния. Проводить экспертизу, исследование, изъятых у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у них без специального разрешения, и по результатам такой экспертизы, исследования, возвращать эти документы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве доказательств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном правительством Российской Федерации, либо передавать по назначению в установленном порядке. Осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых мероприятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на территории сооружений, на участки местности, либо в общественные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в случае необходимости технических средств, а при отказе гражданина подвергнуться личному осмотру, не допускать его на такие территории, участки местности и в такие общественные места. Производить регистрацию, фотографирование, аудио, кино и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц в соответствии с федеральным законом. Останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта. Задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске. Временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения. Временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии, выдавать в установленном порядке разрешение на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков, сигналов, требовать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций проведения мероприятий, предусмотренных законодательством о безопасности дорожного движения, ограничивать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, задерживать транспортные средства и отстранять водителей от управления транспортными средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин при наличии технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, транспортных средств, владельцами которых не выполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, а также транспортных средств, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо поддельные, измененные государственные регистрационные знаки, а равно имеющих маркировку, не соответствующую данным, указанным в регистрационных документах. При осуществлении государственного контроля, надзора, в области обеспечения безопасности дорожного движения проводить проверки деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выдавать должностным лицам этих организаций и индивидуальным предпринимателям предписание об устранении выявленных нарушений, в том числе нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции и содержании дорог, проверять места хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, если имеются данные, дающие основания подозревать граждан в совершении преступления, либо имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения, использование ими гражданским или служебным оружием, обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенность зданий, сооружений, помещений и иных объектов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальных органов, подразделений полиции и прилегающих к ним территорий, в том числе с применением беспилотных аппаратов, технических средств, требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых полиции и объектах, осуществлять досмотр и или личный осмотр граждан, осмотр находящихся при них вещей, досмотр и или осмотр транспортных средств при въезде на охраняемые объекты и выезде сохраняемых объектов. При выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, в том числе проходящих службу, работающих, в органах внутренних дел, а также условий, способствующих хищением имущества, принимать меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий. Использовать для обнаружения и изъятия незаконно вносимых, выносимых, ввозимых, вывозимых, имущества, вещей, предметов и для фиксирования противоправных действий технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти государственного контроля, надзора, в области транспортной безопасности. Участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации, а также в проверках плательщиков страховых взносов, страхователей, по запросам налоговых органов либо территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения, составляющие налоговую тайну. Применять на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц. Применять в период действия военного положения или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической операции меры и временные ограничения, установленные федеральными конституционными законами и федеральными законами. Получать, учитывать, хранить, классифицировать, использовать, выдавать и уничтожать в соответствии с законодательством Российской Федерации дактилоскопическую информацию и геномную информацию. Использовать в деятельности беспилотные аппараты, информационные системы, видео и аудиотехнику, кино и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. Ввести видеобанки и видеотеки лиц, проходивших, проходящих, по делам и материалам проверок полиции, формировать, ввести и использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, разыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах, использовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное. Привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству. Устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе. Объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержания лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам, поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей, привлекать для консультаций в установленном порядке специалистов государственных и муниципальных органов, организаций с сохранением за ними заработной платы, денежного содержания, по основному месту работы, службы. Использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети и интернет для размещения информации в целях установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия или суда, и лиц, пропавших без вести. Беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в случаях, не терпящих отлагательства, средствами связи, принадлежащими негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а также общественным объединениям и гражданам. Использовать в случаях, не терпящих отлагательства Транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям, за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, Представительством международных организаций, а в исключительных случаях, транспортные средства Принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений Преследование лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении Для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи Для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств Для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия Отстраняя при необходимости водителей от управления этими транспортными средствами С возмещением в установленном федеральным законом порядке по требованию владельцев транспортных средств Понесенных ими расходов либо причиненного им материального ущерба Проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Являющихся специализированными организациями, участвующими в государственной регистрации транспортных средств Или изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств Выдавать в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и обоих прекурсорах предписания и заключения Пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел, в том числе в месте проведения публичного, массового мероприятия и прилегающей к нему территории Проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем Федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел Права полиции реализуются должностными лицами полиции в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел Порядок реализации прав, предоставленных полицией, если он не является предметом регулирования федеральных законов, нормативных правовых актов президента Российской Федерации или нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел путем издания нормативного правового акта, в том числе совместно либо по согласованию с заинтересованными федеральными государственными органами. Требования, запросы, представления, предписания, уполномоченных должностных лиц полиции. Предусмотренные пунктами 4, 12, 17, 21, 22, 27 части первой настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании, запросе, представлении, предписании, но не позднее одного месяца с момента вручения требования, запроса, представления, предписания. Порядок объявления предусмотренного пунктом 12 части первой настоящей статьи официального предостережения, предостережения, о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешения которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок его направления, вручения, форма официального предостережения, предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, предостережения, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.